Как-то так, да? Очередная точка. Новая точка. Мною ранняя точка не освоенная. Кафе Неолит. Труда 22. Давайте зайдем и посмотрим, как здесь кормят и что они делают для вас. Почему мы такие грустные и озлобленные? Потому что удовольствия мало. Мы тупо сидим дома и, будучи озлобленными на предприятии, озлобленность свою скидываем на супруга или супругу. Да и детям тоже достается. Тут еще и пробки. Хотя, постойте. Возвращаясь, где и как можно посидеть не у дома? Да у нас есть рестораны и кафе. И вот о них поподробнее. И тут и то, и другое по цене тоже вы можете сделать и дома. Только здесь круче. К слову, когда вы музыку дома слушали и когда двигались на корпоративах, а почему не каждый день? Это можно сделать вкусив вкуснейшую еду в Неолите и потанцевать здесь же. То есть, господа, вы о чем сейчас будете думать, да? Вы думаете, что я есть не умею готовить, а я умею готовить кушать. Да, я хорошо готовлю. Но не все естественно, все я не умею готовить. Это такое, что я делаю. Очень изумительно. Теперь возникает вопрос. Сколько времени я готовлю эту еду? То бишь, винегрет я хорошо делаю, окрошку стараюсь делать. Очень хорошо у меня шашлыки готовятся. Самые лучшие. Поверьте мне. Хотя мы проверим сегодня здешние шашлыки. Если они будут из той же категории, то почему же сюда не приехать? То. Вот. Солянку я тоже делаю. Я очень хорошо делаю. Харчу не умею делать, зато я делаю лобби. То есть, вот мы примерно объяснили, да, сколько все это дело процедуры изготовления. То есть, если я что-то начинаю готовить, то это минимум три часа. Это минимум три часа. Вот вчера тоже сын захотел кушать, да? Кое-что я сварил. Давайте определимся. То есть, вот, допустим, есть мясо, да? Есть мясо, которое вы варите. Сколько вы будете варить мяса? То есть, я его варю два часа. Чтобы оно было вкусное, ароматное. То есть, я его делаю в микроволновке. О, в микроволновке. Скороварки. Две скороварки есть. То есть, два часа. Если у вас есть возможность, вы к тому времени можете сделать картошку и все остальное, там, добавочные штучки. Вот. И в итоге, то есть, два часа варится, потом еще час. То есть, те же самые три часа. То есть, когда мы говорим о чем? У вашей процедуры приготовления, это минимум три часа. Даже если вы будете готовить себе винегрет. Представляете, винегрет же тоже надо приготовить. Свекла не будет сразу готовиться, да? Картошка тоже не будет сразу готовиться. Все это дело потом перемешать надо. То бишь, в каком городе мы начинаем жить? В городе явно ориентировано на промпроизводство. То есть, люди живут здесь, в этом городе. Во сколько они встают с утра? Как правило, они встают с утра, чтобы в 8 часов быть на работе, это надо предоставить в 6 часов утра. 6 часов утра. Надо же еще что-то перекусить. А затем, в 5 часов они типа выходят с работы. Те же самые пробки и все остальное. И если вы еще дома маяете где-то в 8 часов, это будет хорошо. То есть, 8 часов плюс 3 часа. Это уже 11 часов, да? Нормальный бизнес, да? Как правило, есть люди, которые не только один человек работают на комбинате, да? То есть, вы начинаете терять время свое. Мы говорим о том, где мы сейчас находимся. Это кафе «Неолит». Перещение труда и Карла Манкса. В принципе, это очень-очень старое и хорошее кафе. Сегодня, сейчас оно приобрело немножко другое звучание. Потому что пришли люди с юга. А люди с юга, как и я, в принципе, то есть, они умеют готовить. И, естественно, аромат немножко другой стал. Вкуснейший аромат, я вам серьезно говорю. То бишь, вы сюда пришли, мы говорим про санкции. Понимаете, когда дело с санкциями закончилось, это дело началось в 14-м году, да? Мы забрали, правильно забрали. С какого перепуга мы хохлянье должны были отдать Крым? Я, скорее всего, туда и не поеду, если честно. Потому что, видите, пока там у них тараканы, я... Нет, я хочу приезжать туда, где нас любят, а не где нас ненавидят. Поэтому туда я не поеду вообще ни в коем случае. То есть, мы забрали то, что им не принадлежало. И тут на нас начали наезжать. И мы влетели там. Ну и что, что мы влетели? Под санкции, да? То есть, хорошо, мы улетели на санкции, да? Что теперь появилось у нас? То есть, мы говорим вообще и о старом долларе, и вообще о долларе в частности, и о том, что мы сейчас кушаем. То, что мы сейчас кушаем, мы кушали навсегда. То же самое цены были 2007-го года. Никаких проблем, ничего не изменилось. Как ценники были, вот давайте посмотрим, сколько все это дело стоит. Вот овощное сорти, рыбное сорти, рулет куриный. В принципе, я смотрю по ценам, цены-то небольшие. Они как были, такими же и остались. Кроме всего, что красиво все сделано, да? Соляночка мясная, лапша куриная, суп пюре грибной, суп из семки, вперед из песни, очень много. Салатов, очень много, да? Вторые блюда, шампиньоны запеченные, да? Вот есть еще и азербайджанская кухня. Вот, кстати, прикольно. Вот, пицца, пожалуйста, саджи, гарниры и шашлыки. Вот про шашлыки мы сейчас вам будем говорить, что, в принципе, то же самое шашлык из синины, как он стоил в 2007 году 250 рублей. Кстати, прикольно, да? 2007 год, а сейчас 2018 практически. Скоро наступит, да? Мы, кстати, вам о чем мы говорим, что можно сюда прийти и корпоративчик отменить. Причем, это не сильно будет дорого стоить. То есть, все те же оптимальные цены. Кроме всего прочего, да? Вы представляете, какие у нас вещами кормили в 2007 году? В некотором случае мясо было откуда? Из-за рубежа, естественно. Из-за рубежа какое мясо шло? Оно было напичками, всякими там пестицидами и не очень хорошей штукой. Вот мы его кушаем. Да, кушаем, что делать? А сегодня и сейчас о чем мы будем говорить? О том, что все это есть в России. Чем Россия хороша, чем Советский Союз хорош? Ну, пункт номер один. Когда мы говорили о нашей жизни, опять же, возвращаясь на круги своя, я просто объясняю чистоту событий года так в 1980-е годы, красиво все было. Все было, никаких проблем не было. Тучные стада, куда они шли? Да, мы кормили всех подряд. Всех подряд кормила одна единственная страна России. После всего прочего я говорю, и вы там поляки, там, румыны, венгры, немцы, в том числе и восточная часть, прибалты, все. Вам что плохо жилось? Когда мы вас кормили, вы ничего не делали. Вы давали свое вооружение нашему варшавскому договору. И благодаря этому мы колбасанули штаты. Ну, вот это НАТО. Я не против слова НАТО. Я против того, что слово НАТО подразумевает все то, что мы не должны были бы знать. То есть вам что плохо жилось? Сегодня и сейчас мы их не кормим. Сегодня и сейчас мы зачем-то вступили в долбанное ВТВ. Так, ну и непонятно. Но сегодня и сейчас у нас есть АТО, ну, как раз политика. То есть вы нам ничего не даете, а мы вам тоже ничего не даете. И в результате мы наконец-таки вернулись на круги своя. Я всегда людям говорил, ну, селег, что-то я не понял, для чего у вас примерно 20 лет колбасили, чтобы потом сказать, а-а-а, наконец-таки нас выручать. И все то же самое. Все изумительно и вкусно. И это все в российской здесь есть. По той же самой цене. Хоп, и все началось. То есть вот, хоп, все красиво. Потому что, потому что мы говорим о новогодних и предновогодних корпоративах. Новогодние и предновогодние корпоративы. Я вам сейчас расскажу, что здесь есть. Если вы что-то где-то в каком-то месте скажете, а ну-ка давайте нам, и по такой цене, ну, давайте попробуйте. Я все-таки говорю, что вам необходимо прийти сюда. В кафе «Ниолит». Потому что, потому что, вот, и там, и там. Мясное раздолье, сорт я овощной, разносолы, рулет куриный, фрукты под снегом, салат новогодних курор, салат Миста Деда Мороза, зимняя экзотика, новогодний салют, хлебная корзинка. Ка-а-а. Представляете, так? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять блюд. Цена вот просто две тысячи рублей. Ну, под Новый год чуть-чуть переплатил. Зато под Новый год вы здесь отдыхаете. Посмотрите, что за месяц первая, сколько здесь места. То есть, можно отдыхать и вдвоем, и в втором, и в четвером. Без разницы. Ходить вдвоем, придите. То есть, вдвоем, это вообще получается, четыре тысячи на Новый год. Красивый Новый год. Ну, чуть-чуть больше на Новый год. И предновогодние вещи. Или просто отдыхаете. То есть, потихонечку, 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 потихонечку все вкушаете. Потом вам все это дело, новое приносится, никаких проблем нет. Кроме всего прочего, раз вы заказали такое блюдо, ну, почему нет? Аромат. Естественно. Вы можете что-то горяченькое с собой принести. Ну, естественно, его употребить инсайд. Такое тоже возможно. Потому что здесь работают. Для вас. Это кафе Ниолит. К слову о том, как отсюда добраться. Ну, прекрасно, понятно, да? То есть, даже бегать-то никуда не надо. Всем говорите, куда? Туда? Карла Маркса. Вот это кафе Ниолит. Ну, в принципе, все уже нормальные люди знают. И такси за вами приедет, и отвезет сюда, и увезет. И к слову о том, что если вы решили даже... Такое иногда бывает. Машинку оставьте здесь спокойненько. Центр города. Никаких проблем не будет. Потом вернете спокойненько. А отсюда уедете на... Естественно, такси. Никаких вариантов нет. Кушать и получать чудовольство. В кафе Ниолит. Так, чтобы было понятно. Мы заказали для начала три вкуснейшие штуки, чтобы себя побаловать. А это салат, Ниолит и два блюда из Азербайджана и из Грузии. И чтобы было понятно про размеры. По сути, если бы я дома позавтракал, хватило бы и одного. У меня просто сложно с этим. А так 200, ну, 300 рублей. И у вас готовый обед, либо замечательный ужин. И вы подумайте, господа, посчитайте и посмотрите, что вы можете купить за те самые 600 рублей в магазине. Я думаю, что проще сюда прийти. Итак, мы пришли сюда. Чтобы вам показать, что здесь вам необходимо кушать. Да, это будет красиво. Это будет красиво, да? Посмотрите, как это все красиво выглядит, да? Вот. Это салат Ниолит. Ну, вы же в Ниолите? Вы же в Ниолите. Пересчитывая труда и Карла Маркса. Вот замечательный салат Ниолит. Цена вопроса? Цена вопроса, ну, 250 рублей. Примерно. Не сильно больше. Так, в связи с тем, что мы решили хорошо покушать, обратите внимание, что он не маленький салат, а такой серьезный большой салат. Это у нас Кухтабазбаш. Азербайджанское блюдо. Азербайджанское блюдо. И у нас есть еще одна штука под названием Аджахуд. Это уже грузинское блюдо. То есть мы здесь питаемся... То есть это уже салат Ниолит, это Азербайджан, это Грузия. Ну, так неплохо, да? В одном месте все вместе. Почему нет? В принципе, даже если вы пришли просто покушать, для одного блюда вам реально хватит. Посмотрите, размеры, да? Настоящие, хорошие размеры. И это тоже, и это тоже. То есть все это вместе примерно 800 рублей. То есть, ну уж, если вы захотите хорошо покушать. Я вам сейчас объясню просто саму ситуацию, да? То есть я готовлю тот же самую солянку, да? Солянку я готовлю, да? Кошмар по времени. То есть солянка это не 3 часа, это часов 5 работы, пока все сделаешь красиво. то есть на 4. То есть если мы говорим на 4 человек, то по сути событий на то и получается, да? Одно, одно настоящее блюдо стоит 2000 рублей. Это не дешевое удовольствие. Это не дешевое удовольствие, если вы хотите качественную солянку делать. То же самое здесь, но то же самое здесь, и вы не тратите свое время. Вы просто приезжаете, кушаете, никаких проблем не возникает. То есть даже если с деньгами все настолько сложно, ну допустим, 100 рублей нет, то в принципе хватит 200. 200 рублей пришли после работки, супруга тоже рядышком, ей одно, себе другое, покушали, потанцевали, пришли домой, сексом занялись. Этим, кстати, тоже необходимо заниматься, а то у нас как-то все неправильно получается. и все в принципе нормально. То есть вы на ужин в кафе неолит тратите всего 400 рублей. Это вообще копейки, реальные копейки. Ну там чуть больше, без разницы. Давайте попробуем, а потом объясним, как это все делается. Вот я всегда прихожу в рестораны, в словах, у нас все почему-то думают, что кафе, столовые, забегаловки, рестораны, по сути, все одно и то же. В общем, это называется ресторан, то есть место, где приходите отдыхать. Да, 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 да. Прикольный салат. Далеко и не салат. Это хорошее блюдо. Замечательная. Гавярика. Картошка фри. Фасоль. Кукуруза. Не кукуруза, а как вкусно, естественно. И мясо, говоря, обалдеть. Обалдеть. Вот за этим, за всем вы сюда приходите. Просто, ну, отъешь. Реально. Ну, и суть в связи с тем, что у нас чуть-чуть все это дело побыстрее делается, да? Эфир-то не такой же большой. Ну, попробуйте, я вам говорю, попробуйте. Мм, мм. Даже что-то с чем-то. я бы обратился к другому блюду. Я попрошу назвать им. Понимаете, с головой сложности проблемы возникли четыре с половиной года назад. Башку открыли, кусок мозга оттуда выдернули. Кое-что не получается. как называется это блюдо? Кюфта-базбаш. Кюфта-базбаш. Ой. Я люблю Азербайджан. Я практически был там. Когда в турцию ездил. Ммм. Ммм. Да. Военно-груинская дорога была закрыта. Я поехал через Азербайджан. Да. Да. Если я не ошибаюсь, мясо здесь баранина. То, что доктор прописал. О. О, слышь-ка. Обалдеть. То есть, в принципе, кюфта-базбаш это тоже отдельное блюдо. И размеры тоже не кисленькие. Размеры этого блюда большая штучка. То есть, стандартная штука в два раза меньше. Это супер. поэтому сюда можно прийти и покушать. Ммм. Еще княка. Да, круто. Да. Просто супер. тюфта-базбаш. Надо запомнить. Может быть, я себе такую же штуку сделаю. Ммм. пофигеть. Теперь третье блюдо. Еще расскажите мне, что это такое. Аджахули из говядины. Аджахули может быть из свинины. Ну, в связи с тем, что первоначально у нас козлятина. В смысле баранина. Бараницы практически нету никакой. В этом месте теперь у нас попробуем аджахули из говядины. Так. это мы положим туда. Вернем сюда кружеслоя вилочку. Тоже так неплохо, Красиво выглядит. Красиво выглядит. Двойной слой лука. Потушеный вместе с картошкой и сверху. А! понимаете, проблема в чем заключается? Где я живу? Я живу на московской. Труда. Далековато. Давайте все-таки вернемся к кругам вопроса. Когда-нибудь? Думаю, в следующем году. Я себе куплю машину на электрокаге. Поездка с вокзала до сюда будет стоить ну, 3 рубля. Что сюда не ездить? Что сюда не ездить? Вот это надо реально попробовать. Ммм! Ну, все говори, нам свининку подавай. Ребят, так из говядины можно сделать изумительное блюдо. Вот это супер блюдо. Теперь вы все в меня смотрите и понимаете. почему Алексей все это так кушает. Еще вкусно? Я вот думал, я сюда пойду, может быть, что-то мне не понравится. Но, по крайней мере, сейчас все, что я здесь ем в кафе неорит у меня вызывает бурю восторга. Реально бурю восторга. Поверьте мне, железобетонно. обалдеть. Реально. Количество блюдо видите, да? Я так полагаю, что все вполне красиво для готовиться. То есть, приходите и кушайте. Еще раз говорю, это будет дешевле. на, к слову о том, что вы кушаете? К слову о том, что вы кушаете? Помните шашлык? Так вот, да что это такое? Я, если честно, ни разу так говорил, вкусно не кушать, как здесь. шашлык не кушать. Ммм. Ммм. Хм. Так вот, к слову о шашлыке мы вам покажем, какое вы мясо здесь едете. Обалденное. Просто супер мяско. Ох. Да. 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 Ах. То, что делает повар выше всяких похвал. И мы решили попробовать шашлык. По сути, шашлыков в городе не так уж и много. Ну, 10, ну, максимум 15 точек. Везде что-то разное присутствует. Но, как готовит этот повар, мягко говоря, офигеть. Почти то, что я делаю. Но, у меня опыт шашлыков. 23 года, как есть. А так, рекомендую заехать в Неолит. Покушайте шашлык и поймите. Без Неолита вам не жить. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. В связи с тем, что мы не будем вам все по-отдельной рассказывать, да? Мы вам покажем, что все это делать готовится массаж. Это такая тарелочка, которая подогревается. Там есть неなので . там называется угли, то есть она всегда будет теплая. Пришли, заказали, кушаете, получаете реакцию удовольствия. Возвращаясь на круги своя, возвращаясь на круги своя, вы можете сюда не ходить, да не ходите пожалуйста. Куда вы пойдете? Вы пойдете лента, терка, магнит, а еще монетка есть такая штука. Что вы там будете кушать? Ну так вот, сейчас вам будет реально сложно, потому что я про это дело все знаю. То есть какие вещи вы там будете покупать? Вы там решили себе купить этот. Сосиски. А, да, хорошие. Супер мега сосиски. Да. Супер мега сосиски вы будете есть с чем? Вы будете есть с макаронами. Ооо, это будет вкусно. Сосиски с макаронами. А я вам сейчас расскажу, почему я не ем сосиски. Потому что я как-то захотел покушать сосиски. В ленте захотел покушать сосиски. Так вот, я пока буду немножко скушать. Кое-что объясню. В сосисках есть такая штука, я бы сказал так. Если бы вы сильно захотели покушать кальций, вот надо написать, эти сосиски обогащенные кальций. Они так не пишут. Они говорят, что в этих сосисках мясо-кур какой-то непонятная балка. Ну зайдите посмотреть сами. Ну зайдите посмотреть сами. Ну зайдите посмотреть сами. То есть это даже не мясо-кур, а векре. Это хрящи, косточки и все остальное. Помолотые и через пресс задавленные. Ваши сосиски. Ваши колбасы. Ваше все, что будете перекусить. Теперь возникает вопрос другой. Картошечку хочу перекусить. Наугулянки сделано. То бишь мы говорим о чем? Вот это вообще супер. Шампиньончик. Обалденная штука. К сожалению, шампиньонов у нас нет, а здесь и есть. То есть какое мясо вы будете кушать? То есть мы сейчас говорим о вашем мясе. Сосиски. Куриное мясо. Сроки окупаемости. Любой куриный фирмы. Год. Нормальный год. В свое время мы как-то наезжали на ножки буша. Как-так. Такие быстровозводимые ножки. Четыре с половиной месяца их можно было сделать. Ну так вот мы сейчас еще круче стали. О! Мы стали реально круче. То есть наши такие же ножки. Ну это наши. Не знаю как они. Вот мы их качаем чем? Пенициллиновыми вещами. Представляете, да? Почему пенициллин не работает? Да потому что мы на пенициллине сидим. Представляете? Раньше пенициллин лечил вот все. Все подряд. Реально все подряд. Сейчас мы не можем лечить пенициллина, потому что мы его реально кушаем. То есть нам нужны какие-то очень серьезные антибиотики, которые круче пенициллина, потому что мы его реально едим. Понятно? Ну все остальное откуда берется. Но естественно здесь такого нет. То есть вы приезжаете и это все то же самое из домашней. Ой, вкуснятка. Вот. Так. Вот я сейчас возьму и сколок. Настоящая свинилка. К слову, только это сделано. Ну, отлично. Отличный вариант. Просто изумительно. Сейчас расскажу, что дальше делать. Стандартно берем мешков, его кушаем. Затем заедаем лучком. А затем уже лаваш. Вот так должно все кушаться. Вы не почувствуете, что такое вкус мяса. Все остальное, это уже потом пушите. Супер! Нормальное, реальное место. Как вы уже понимаете, здесь есть все из мяса. Но, в связи с тем, я в принципе готов, потому что часть россиян, это все-таки, извините, мусульмане. А мусульмане, ну, они пока на это не едят. То есть для них то же самое. Кавказское мясо из... называется баранины. Да-да-да, все то же самое делается из баранины. Когда мне говорят, что баранину вы не сможете сделать в таком уровне, я скажу, ну, во-первых, вам надо посмотреть, как вы будете делать баранину. Потому что, в принципе, как вы прекрасно понимаете, это не сверх-большое мясо. То есть это стандартное деревенское мясо. То же самое, если... Хороший баран, знаете, размера какого? 60 или 80 килограмм. Вот это барана. То есть когда я посмотрел, что такой баран приходит, я аж реально удивился, что такие бараны существуют. Да, есть такие бараны. И то же самое вы делаете. Отличная вещь. Так же берем спокойненько. Ну, то будет, естественно, баранина. Видите, часть моя, это часть... другой вещи. То есть я, по сути событий, тоже немножко турок. Но есть турки, которые крещённые. Вот я крещённый дурок. И кое-всего прочего, во мне ещё есть эта часть евреев. Вот. Поэтому, ну, особо тут не надо говорить. Вот. И когда на меня смотрят, и когда говорят, что я не русский... Да, я, по сути, как я могу быть русским, если у меня чуваш, гагауз и еврей. Это я чисто русский человек, да? Чисто так. Так вот, у нас все такие. То есть я нигде ещё не видел женщину с цвета голубыми глазами и блондинку. Нет, такое иногда случается. Но это крайне-крайне редко. Это вот чисто русские люди. Также чисто русские человеки должны быть голубоглазые и с белобрысыми волосами. Нет, такого нет, не существует. Поэтому мы все помешаны, поверьте мне. Мы все помешаны. Мы не будем говорить, что кто-то чисто русский. Поверьте мне, такого в этой стране не случается. Вот. Ну и свинина на рёбушке тоже очень вкуснятка. Теперь то, что должно быть, это изумительный рюля-кебаб. Реально вкусно. Ну, практически то, что я делаю. Ну, практически то, что делаю я. Такая же свинина. Обалденная. Если вы не сможете это сделать, хотя, в принципе, зарезть на YouTube, посмотрите, как я это делаю. Ничего сложного нет. То я вам говорю, приезжайте в кафе неолит. Вот, практически то же самое. Ну, практически то же самое оно сделано здесь. Ну, просто отвинтецкое. Реально. А я-то знаю, что я говорю. Ну, и естественно, рюля-кебаб делать у меня не получается. Но хотелось бы. Обалденная штука. Ммм. Да. Все, что доктор прописал. Итого. Стандартное мясо. Начинается от суммы 250 рублей. Мясо. Карбонат. То есть, на косточке. 280, ну и 300 рублей. И ля-кебаб. 250 рублей. Ну, то есть, 20 рублей. Что я делаю так. Ага. Господа. И, вернувшись на круги свои. Ах, какие вы, товарищи, красивые. То есть, вы же хотите все это дело попробовать в Америке, да? А, Америка. Шикарная страна. Америка для меня открыла в 1997 году. Мы туда приехали. И зашли в одно местечко. Обалденно. Где попробовали поесть то, что нам сделал в Японии. 11 долларов. 11 долларов. All included. 11 долларов. Я не смог съесть. Я не смог. Хотя была бы другая штука. Я бы съел их. Но. 11 долларов тогда. Это не 11 долларов сегодня. Даже если мы будем брать 11 долларов. То есть, грубо говоря, 11 долларов. И помножим все это дело на 60 рублей. То это и получится. То, что доктор прописал. Если вы все это делать сможете съесть. Ну, посмотрите. 11 долларов. Закушечных в Америке сейчас уже нет. Сейчас. То, что вам. Иолан Крузик. Это будет стоить 50 долларов. То есть, в Америке не бонятся. И не борются с инфляцией. Там вообще такого не существует. То есть, Америка она настолько красива, да? И она выскакивает с любых позиций. Простым напечатыванием денег. Сколько надо? Столько напечатаем. Надо уже заработать на платку. Будет столько же. Платите и все будет нормально. То есть, в Америке никакого кризиса нет. Единственное, что ценники выросли. Почему это случилось? Потому что, когда я был в Америке. Форт Тауэрс там стоило 17 500 долларов. Сегодня и сейчас. Ну, 20 лет сегодня. Немножко прошло, да? Так. Практически 20 лет. Форт Тауэрс сейчас стоит 56 500 долларов. Так, что это нормально с инфляцией? Там с этим делом нормально относятся. У нас ненормально относятся. Ну, хорошо. То есть, мы сейчас о чем будем говорить? О том, что произошло, грубо говоря, лет 10. Ну, 10 лет-то и прошло. С 2008 года. Когда все это дело наступило. Ценники, как были такого же уровня, так они никуда не прыгнули. Где все это дело? Здесь. Кафе. Неолит. Пересечение улиц Труда. И улицы Карла Маркса. К слову о том, что здесь вас так же встречают. И на свадьбе, и на все остальное. Да, иногда так и случается, да? Ну, люди не вечны, поверьте мне. Ни одного человека, конечно, не встречал. Кто вернулся бы и продемонстрировал, что там лучше, чем здесь. Поверьте мне, там лучше. Поэтому вам это необходимо делать. Но тем не менее, если у человека что-то случилось, то вам предложат и помянуть его здесь же. Цена вопроса 250 рублей. То есть вообще никаких проблем не возникает. И свадьбы, и юбилеи, и новогодние корпоративы, и все что угодно вы можете продемонстрировать и вписать здесь. Как вы уже прекрасно понимаете, все это очень-очень реально. Ам-ням-ням. В общем-то, в принципе, я ставлю здесь свои 5 баллов. Можно поискать. Но не везде. Мы едим одну из лучших кухонь города. Вот куда надо приводить директорский корпус. Вот куда надо. Шеф-повар из лучших в Баку. Кроме всего, он поражал и Москву. Но приехал в магнитку. Чтобы нам показать класс. Да и мы будем к этому стремиться. Класс, кстати, не стоит безумных денег. Поверьте, даже дома сделать оно вам не удастся. А здесь просто по цене дома делается изумительное чудо. И в кафе Неолит вы можете его и попробовать. В кафе Неолит. На труда 22. А вот теперь. А вот теперь в оконцовке я вам скажу о следующих вещах. В городе Магнитогорске население примерно 500 тысяч человек. В городе Магнитогорске есть несколько очень, очень крутых поваров. Самый лучший, ну один из лучших из них работает с Виктор Халипчерашниковым. Они готовят просто изумительную пищу. Для лучшего человека в городе. Теперь вопрос другой. Кто готовит другую пищу? Так вот, ради этого я вам говорю, что вам необходимо приехать сюда. Кафе Неолит. Труда 22. Как он готовит? Это настоящий опыт работы. Опыт работы, который сделан в Азербайджане. Человек поработал в Москве. Понял, что там как бы не все очень хорошо, потому что ну да, они зарабатывали деньги. Ну, вы прекрасно понимаете московские цены. То же самое сюда приехал. В одном месте ему не сильно понравилось. Приехал сюда. Готовит изумительно. Просто обалденно. Ребятки, я не всегда и не везде и не всюду говорю, что повара здесь суперовские. В этом мысли это суперовский повар. Не знаю как, но вы знаете, я перед ним сниму свою шапку. Я вам думаю, что вам тоже необходимо прийти сюда, чтобы понять, как это все вкусно. Вкусно и очень круто. И по сути событий, ценники-то абсолютно такие же, какие были ранее в 2007 году. Ничего не поднялось. А кое-где и на кое на что еще и снизилось. Манну не поднялсь. С avez Aujourd'Americans. А1,-sey gene torment. Г utilispersonа.